Всем привет! В эфире «Импульс Севера» в студии Алена Ядня. Остановить распространение кори в школах и садиках удалось полностью. Во многом, потому что непривитые дети сразу были переведены на дистанционное обучение. Об этом рассказали в городском распотребнадзоре. Однако ежедневно в Новом Уренгое все равно выявляют 2-3 новых случая. У нас в школах и в детских садах корь не регистрируется. Регистрируется только по семейному контакту, то есть идет распространение. Поэтому, конечно же, основная мера профилактики от кори – это прививка. В основном у нас болеют непривитые люди. 86% – это люди, которые непривиты от кори, заболели. Поэтому ситуация достаточно сложная. И еще новости на тему здоровья. Новоуренгойские врачи дают надежду особенным детям. Им помогут научиться нормально двигаться, а некоторым даже ходить. В помощь медикам для этого – современное оборудование. Вертикализатор и велоэргометр. Программу реабилитации подбирают под каждого ребенка индивидуально. Освоить новую технику новоуренгойским коллегам помогает специалист из Москвы. На одном из занятий побывала наша съемочная группа. Маленький самербек крутит педали велоэргометра и таким образом укрепляет мышцы. В нужный момент идет их электростимуляция. Таким образом 8-летний пациент нарабатывает двигательную активность. А врачи детской поликлиники изучают тонкости работы оборудования для реабилитации. Мы помогаем детям в самых важных для них потребностях. Вплоть до того, что ребенок, который не способен был самостоятельно передвигаться, приставать, пересаживаться, специалистам, которым я даю обучение, знания о работе на данном оборудовании, смогут помочь этим детям осуществлять самые важные потребности. Главное – маленькие пациенты максимально вовлечены в процесс реабилитации. Для них это не просто процедуры, а выполнение увлекательных заданий. К каждому ребенку индивидуальный подход. С этим ребенком, как правило, работает специалистов 4-5 в зависимости от уровня сложности заболевания и ограничения двигательной активности ребенка. Данное оборудование, оно просто необходимо для восстановления двигательных функций этих детей. Детская поликлиника обладает большим арсеналом техники для физиотерапии. Тут трудятся высококлассные специалисты. Все это в комплексе дает маленьким северянам надежду обрести ранее недоступные для них радости жизни. Здесь ставят на ноги в буквальном смысле. Двигаешься вперед, платформа двигается вперед. Двигаешься назад, платформа двигается назад, да. И давай дальше начинать. Хорошо? Попробуй. Отлично, молодец. Павел Прожогин, Виктор Етленко, информационное агентство «Импульс Севера». Все свои в одном месте. Аббревиатура эта расшифровывается как «Союз всеобщих инициатив». И в Новом Уренгое открылся штаб, который собрал вместе все городские добровольческие движения. Это пространство, где волонтеры будут плести маскировочные сети, делать сухой душ, шить для бойцов вещи первой необходимости, а также собирать перед отправкой гуманитарную помощь участникам СВО. Еженедельно все партнеры будут собираться здесь для планирования и координации работы. Добровольцы планируют отрабатывать заявки бойцов и их мам, чтобы оперативно помогать героям. К штабу уже присоединились женское движение «Единой России», региональное отделение «Союз женщин России», «Вымпел Ямал», «Сердце цвета хаки», «Милосердие» и «Мы вместе». Стать частью доброго дела может любой. Всех неранодушных жителей ждут в штабе СВОИ ежедневно по адресу улицы 26-го съезда КПСС, дом 4. Мы все хотим максимально сделать все возможное для того, чтобы наша победа приблизилась. Кроме того, ребята волонтерских объединений из всех школ будут сюда по графику приходить, будут получать разные, скажем так, задания и делать эту деятельность на базе своих школ. Мы формируем одно общее доброе дело в направлении поддержки специальной военной операции, которое мы заводим на сайт Доброру. И ребята, занимаясь в нашем штабе или выполняя те задачи, которые мы им ставим у себя в школах, будут получать баллы в свои волонтерские книжки. Своих не бросаем. Это в нашем городе и на Ямале не просто слова. А тем временем наши юнкоры успевают не только делать добрые дела и учиться, они еще и над сюжетами работают. Кстати, их трудовые будни можно назвать в трех словах «праздник на празднике». За время, которое прошло с нашей последней встречи, ямалкликовцы научились есть конфеты с умом, беседовать с руководством не по работе и успели несколько раз поздравить с праздником любимых отцов. С подробностями Кирилл Конечный и другие звездочки телеэфира. Всем привет! Ямалклик на связи. В студии Кирилл Конечный. Расскажу о серьезном и не очень. В этот раз по-праздничному. Ведь абсолютно каждый день может стать поводом для радости. Особенно, если в кармане завалялось несколько конфет. Но мало кто знает, что 18 октября конфеты отмечают свой всемирный праздник. Подробнее об их истории и влиянии сладкого на здоровье человека расскажет Анна Харитонова. Хватит есть! Работаем! Сегодня можно. У нас сюжет про конфеты. Вы знали, что конфеты раньше были лекарством? Правда, это было лет 250 назад и назывались они конфекты. Приготовленное с надобием на латыни называлось конфектум и готовилось с сахаром, который тогда был дорогим импортным товаром и тоже считался лекарством. Есть люди, которые жить не могут без сладкого. Тело словно требует шоколада, конфет. Я слышала, что таким образом организм сигнализирует о нехватке витаминов и микроэлементов. Но давайте спросим у того, кто знает наверняка. Если постоянно хочется шоколада, да, это говорит о чем? Это говорит о том, что у вас неправильные пищевые привычки. Дело в том, что школьники у нас в настоящее время, они полноценные приемы пищи, такие как завтрак, обед и ужин, привыкли заменять шоколадными батончиками и газировкой. Это очень вредно для здоровья. И нужно начать с того, что такие приемы пищи неправильные нужно ограничивать. Говорят, что шоколад влияет на умственную активность. Правда ли это? Глюкоза, которая входит в его состав, это питательное вещество для всех наших клеток, в том числе и для мозга. Это очень хороший антидепрессант. То есть пару кубиков шоколада всегда поднимут настроение, да, во-первых. Во-вторых, в какао-бобах, какао-масле содержатся такие вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Считается, что для ребенка не более 25-50 грамм в день это будет нормой. Вот в зависимости от возраста. Конечно, полезнее считается горький шоколад. Почему? Потому что там больше какао-продуктов и меньше сахара. Какие есть полезные сладости? Ну, самые полезные, конечно же, это бесспорно фрукты. Фрукты, ягоды, сухофрукты, пара ложек. Меда в день тоже никому вреда не принесет. Пища для ума оказалась полезной. Теперь подумаем о пище вкусной. Первые конфеты появились еще в Древнем Египте. По одной из версий это произошло случайно. Нерасторопный рап перевернул несколько сосудов. Мед, орехи и инжир смешались и стали застывать. И, видимо, застыли. И сегодня мы приготовим что-нибудь похожее. Нам понадобятся сухофрукты, они замочены в кипятке. Орехи, можно любые. Кокосовая стружка, какао и блендер. Наша смесь готова. Формировать конфеты будем ложкой и смоченными руками. Похоже на шоколадные, но гораздо полезнее. Уберем их на несколько часов в холодильник. С праздником, друзья! Балуйте себя с заботой о здоровье. Ну, а я пойду угощу коллег. Аня, угощения оказались кстати. Спасибо! Помню, как впервые попробовал шоколадную конфету. Ощущения незабываемые. Так же, как и на первой съемке. Вот мои коллеги из Карачаевой Олимпияхи недавно тоже испытали это на себе. После подписания партнерского соглашения, ребята успели провести первую планерку с кураторами и даже записали интервью. А что у них получилось, узнаем прямо сейчас. Сколько нужно взять у вас раз интервью, чтобы стать вашим любимчиком? С первого раза. А вы главный на работе. А дома кто? Вы или жена? А у тебя дома кто? Главный, папа или мама? У меня дома я. Какой ваш любимый цветок? Желтая роза. А какой ваш любимый зверь? Зверь? Кошка. Опишите свой характер двумя словами. Характер? Сильный. Тремя. Давай, следующий. Максимальное время в сборах, когда вы опаздываете на работу? Максимальное? Ну, наверное, 15 минут. Если директор опаздывает на свою работу, то перед кем он отмазывается? Какую суперспособность вы бы хотели? Добираться до Карачаева за 10 минут. Любите ли вы дарить имена вещам? Не особо. Все. Думаю, ребята справились на все 100%. Хорошо, когда рядом есть те, кто поддержит в любых начинаниях. Будь то куратор или родители. А как часто вы вспоминаете, что нужно поблагодарить своих близких? Недавно на этот вопрос попыталась ответить наша коллега из детского сада Семицветик. В честь Дня Отца она спросила у детей, кто такой папа на самом деле. Ответы оказались без преувеличения сногсшибательными. Привет, друзья! На связи с садик Семицветик. Я Таисия Троеклазова. В день отца, пройдясь по саду, узнать хочу о том, какой он папа самый лучший. Ведь каждый из детства с ним знаком. Какой твой папа? А мы? Да. Мой папа лучший. А мы Андрея. Мой папа добрый, рукодельный. Очень любит играть и гулять. Мой папа добрый, хороший, милый. Соботный. Добрый. Сильный, красивый, умный. И любознательный. Самый лучший и самый любимый. Кто дома главный, мама или папа? Мне кажется, что у оба, потому что они почти одинаковые лоста. Папа. Почему? Потому что он выше всех. Мама. Почему? Потому что мама самая строгая и самая тоже рукодельная. Самый главный дом – это я. Почему? Потому что я ребенок. Что-то мой папа умеет делать, а мама нет. Мой папа умеет чинить колеса, а мама не умеет. Папа умеет переставлять все дурки, а мама не умеет. Мама не может делать машины. Папа может. Папа умеет все чинить, а мама готовит мне еду. Мой папа умеет делать все, а мама нет. У меня все родители умеют делать. Я пожелаю, чтобы он был красивый, хороший и умный. Много выхода. А то он всегда дня с работы устает. Хорошего настроения. Теперь ясно, какие папы на самом деле. И помните, друзья, что наши родители достойны внимания каждый день. Пока-пока. У меня на этом все новости. Не забудьте отпраздновать сегодняшний день парой любимых конфеток и подписаться на нашу группу ВКонтакте. Там вас ждет еще больше интересных новостей. Всем пока-пока. Спасибо, ребята, было круто. Впрочем, как всегда, а мы продолжаем. Конкурс «Ученитель» стартовал в средней школе номер 16. Обычно это слово ассоциируется с беспорядком или чем-то подобным. Но не в этом случае. Участники состязания примерят на себя роли педагогов начальных классов. Проверить свои силы в искусстве преподавания предстоит ученикам восьмых классов. Организаторы отмечают, что желающих встать на учительское место оказалось много. Конкурс продлится не один день. Юные педагоги примут участие в играх на командообразование, постараются проявить себя в решении различных задач, проведут уроки у младших классов. Победители отправятся на межрегиональный чемпионат «Ямал Скилз» Салихард. Жюри будут оценивать креативный подход к решению каких-то сложных ситуаций. Жюри будут оценивать командную работу. Жюри будут оценивать подготовку урока. Как вы оцениваете уровень подготовки своих учеников? На высоком уровне, как всегда, наши ребята достойны самых высоких наград. Учиться с удовольствием – это возможно, ведь теперь искать ответы на школьные вопросы можно в одном источнике, в любое время и не выходя из дома. Образовательный сервис «Лицейтро» с телекома предлагает ученикам видеоуроки, тесты и мастер-классы по всем предметам. Юлия Шаркова расскажет подробности. Собрать муляж самолета на кружке моделирования и программирования могут не только мальчишки. У пятиклассницы Алены Баданской интерес к этому виду деятельности появился после занятий по видеоурокам прикладного творчества на образовательном сервисе «Лицей». Новые знания и навыки она получает на этой платформе в свободное от школы время. Сначала мы под этот корпус, под этот корпус, подъявили вот эти две части. Кроме различных мастерских, в лицее действует спецпрограмма по подготовке к контрольным работам для младшей, средней и старшей школы. Выпускники могут легко подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ и получить информацию по профориентации. После изучения материала, знания можно закрепить и проверить с помощью онлайн-тренажеров. Дополнительный плюс. Родителям не надо тратиться на дополнительных педагогах, потому что есть специальные уроки, рассказывающие. Уроки эти записаны с привлечением лучших учителей Российской Федерации, педагогов, вузов. То есть вы получите всеобъемлющий контент, а ребенок получит материал заметно шире учебной программы. Кроме школьных предметов, ребята смогут проходить образовательные курсы по цифровым технологиям финансовой грамотности и азбуке здорового образа жизни. Все материалы разработаны педагогами ведущих школ и вузов. Кроме того, лицей предлагает пользователям бесплатный раздел «Учебник», где собраны методические материалы по всем школьным предметам. Бонусом идет раздел «Блог» с полезными советами для старшеклассников и их родителей. Например, как помочь ребенку во время упадка сил. На то, чтобы без ограничений познакомиться с образовательной платформой, у пользователей будет два месяца в рамках акции «Подарок». Все подробности на сайте Ростелекома. Похоже, фраза «Учение свет» зазвучала по-другому. Учение интернет. А теперь о спорте. Факел победы открыл серию плей-офф Кубка России памяти Константина Ревы. Игры 1-8 финала накануне начались в «Звездном». Ямальцы принимают на своей территории Тюмень. Клуб из столицы соседней области, выходя из высшей лиги А. В прошлом сезоне тюменцы одержали победу в чемпионате своего дивизиона. По идее, один из матчей розыгрыша должен был пройти в Тюмени. Но там нет зала, который отвечает требованиям игр Кубка России. Зато у северян есть возможность посмотреть сразу две игры серии плей-офф. Одну из них Факел выиграл со счетом 3-0. Сегодня состоится второй матч. Мы его покажем в прямом эфире. Трансляция начнется сразу после информационного выпуска. Не пропустите. А мы всем желаем ярких побед и идем болеть за наших. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова